Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим последствия сентябрьского заседания ФРС, итоги которого были оглашены в эту среду. Стоит отметить, что пара евро-доллар на этой неделе обновила 20-летний ценовой минимум, обозначившись в области 97-й фигуры. В последний раз цена находилась на таких низах в начале 2002 года. Благодаря Федрезерву южный тренд получил свое развитие. Нижняя граница ценового диапазона в очередной раз сдвинулась, отдаляясь еще дальше от уровня паритета. В целом неделя завершается в пользу доллара и не только в паре с евро, но и по всему рынку. На данный момент можно смело говорить о том, что трейдеры смогли организовать очередное долларовое ралли. Итоги сентябрьского заседания ФРС превзошли ожидания большинства экспертов, благодаря чему Гринбек укрепил свои позиции. С одной стороны, регулятор принял широко ожидаемое решение, подняв процентную ставку на 75 базисных пунктов. Это базовый сценарий, который был учтен в ценах еще до заседания. С другой стороны, доллар получил поддержку со стороны точечных прогнозов, которые отразили ястребинный настрой ФРС. Согласно опубликованной диаграмме, медиальный прогноз по ставке на конец следующего года вырос до 4,6%. Напомню, что в июне точечный прогноз показывал верхнюю планку на уровне 3,8%. В 2024 году чиновники ФРС видят ставку на уровне 3,9%, тогда как предыдущая оценка была на уровне 3,4%. Все это говорит о том, что Федрезерв сохранит умеренно агрессивный темп ужесточения монетарной политики, по крайней мере в обозримом будущем. Напомню, что после публикации последнего отчета по росту индекса потребительских цен на рынке заговорили о том, что регулятор может решиться на стопунктное увеличение ставки. Вероятность реализации данного сценария оценивается в 38%, однако Джером Пауэл дал понять, что повышение ставки на 75 пунктов является оптимальным в сложившихся условиях. По словам главы ФРС, в какой-то момент Центробанк будет ужесточать политику менее значительными темпами. При этом он подчеркнул, что Федрезерв пока не принял решение о размере повышения на следующем заседании. Фактически Пауэл привязал темпы ужесточения монетарной политики к темпам ускорения инфляции. По его словам, заранее заданной траектории нет, соответствующее решение будет приниматься от заседания к заседанию. Темпы будут зависеть от поступающих экономических данных и прежде всего это касается инфляционных индикаторов. Глава ФРС подчеркнул, что Центробанк хочет увидеть убедительные доказательства того, что инфляция начинает отстывать. Но судя по последним данным, признаков остывания инфляции не наблюдается. Если следующий инфляционный отчет выйдет в зеленой зоне, можно не сомневаться в том, что Федрезерв в ноябре повысит ставку снова на 75 пунктов. При этом Пауэл повторил основные тезисы, озвученные им на экономическом симпозиуме в Джексон-Холле. Основной месседж заключается в том, что американский регулятор продолжит повышать процентные ставки, даже если это навредит экономике страны. Американцам придется смириться с замедлением экономического роста и ослаблением рынка труда во имя борьбы с инфляцией. При этом глава ФРС отметил ослабление роста экономики США после существенного роста в прошлом году. В частности, он акцентировал свое внимание на рынке жилья, где деловая активность значительно ослабла. Также он заявил о том, что ситуация на рынке труда остается очень напряженной, а ценовое давление наблюдается по всей экономике. Такие заявления свидетельствуют о ястребинном настрое членов Федрезерва. Опубликованные точечные прогнозы служат тому лишним подтверждением. Все это говорит о том, что короткие позиции по паре по-прежнему актуальны. Любые коррекционные северные откаты целесообразно использовать как повод для захода в продажу. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ishimoka, который демонстрирует медвежий сигнал пара от линий. Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая и пока что основная цель южного тренда расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике. Данный уровень поддержки соответствует отметке 0.9710. Удачной вам торговли и прибыльных сделок. До встречи на следующей неделе.